Добрый день, дорогие коллеги! Беляев Владимир Иванович, заведующий кафедрой сельскохозяйственной техники и технологии Алтайского государственного аграрного университета. Сегодня я хотел бы поговорить о том, какую роль играет технология в вопросах возделания сельскохозяйственных культур в Алтайском крае. И начать я хотел с того, чтобы анонсировать несколько мероприятий, которые мы проводили еще в феврале месяце, когда рассматривали на базе нашей площадки, нашей конференции, вопросы, касающиеся эффективности внедрения современных технологий и тех комплексов машин, которые сегодня в Алтайском крае производятся. Роль технологии, безусловно, сегодня очень важна, все это прекрасно понимают, и об этом мы говорим на протяжении последних 10 лет на всех наших агрономических конференциях. Сюда относятся вопросы, касающиеся структуры пассивных площадей, севооборотов, технологии возделания культуры, применяемости сельскохозяйственной техникой, вопросы после уборочной обработки зерна, хранения его. Поэтому все эти элементы, конечно же, увязаны в единую технологическую цепочку, и роль и значимость этих элементов чрезвычайно важна. Немаловажный фактор сегодня, касающийся внедрения новых технологий, и который накладывает существенный отпечаток на конечный результат производства, это, конечно же, агроклиматические условия. В Алтайском крае они изменяются в очень широких пределах, и это, конечно, сегодня подразумевает отсутствие единой универсальной технологии для Алтайского края, которая была бы одинаково эффективна во всех зонах Алтайского края. Поэтому сегодня вопрос внедрения новых технологий решается с позиций зональности, о чем мы тоже говорили неоднократно. И прежде всего это касается с набора тех сельскохозяйственных культур, которые для каждой зоны наиболее экономически целесообразны и наиболее перспективны для возделывания. В этом направлении тоже были разработаны практические рекомендации, которые говорят о том, что сегодня мы идем в правильном направлении, и большинство хозяйств прислушиваются к этим рекомендациям, и движение в этом плане сегодня есть. Снижается доля зерновых культур в общей структуре посевных площадей. Мы видим сегодня, эта величина составляет всего 61%, в отличие от того, когда в советское время у нас 75% доходила эта доля. Сегодня маржинальные и экономически эффективные культуры тоже занимают большую долю в структуре посевных площадей. Это такие культуры, как рапс, соя, подсолнечник, которые сегодня возделываются в разных агроклиматических зонах Алтайского края. Принцип зональности сегодня как раз и подразумевает применение разных вариантов технологий, дифференцированно в разных зонах Алтайского края. Надо сказать, что все эти технологии в Алтайском крае имеют место быть, начиная с технологии интенсивной обработки почвы, которая практиковалась в советское время, и заканчивая современными последними технологиями, так называемыми технологиями ноутил, которые сегодня пришли на территорию края, и доля этих технологий продолжает расти. Надо сказать, что агроклиматические условия последних семи лет достаточно благоприятны были для Алтайского края. Начиная с 2013 года в Алтайском крае уровень количества осадков за вегетацию достаточно высок был, запасы влаги тоже были, и в результате на протяжении этих семи лет мы получали очень хорошее значение урожайности и в зависимости, конечно же, от ценообразования эффективность производства тех или иных сельскохозяйственных культур. При этом надо отметить, что этот год характеризовался крайне аномальными условиями для Алтайского края, и уже осенью прошлого года, 2019-го, мы видели, что запасы влаги в степной зоне очень низки, и это, конечно же, наложило отпечаток на то, что мы имели весной. Несмотря на то, что обилие было снега в зимний период, в силу того, что аномально теплая весна была и процесс таяния происходил постепенно, земля была не замерзшая, мы увидели, что весной также были проблемы с вагонакоплением. Степная зона Алтайского края испытывала проблемы по вагонакоплению, которые вылились сегодня в сочетании с отсутствием должного количества осадков, даже на уровне среднем многолетних, а эта доза, вернее, норма значительно ниже во многих районах Алтайского края. И, конечно, сегодня такие посевы испытывают большие проблемы в этих зонах, где недостаточное увлажнение. Поэтому роль технологии чрезвычайно важна сегодня, когда мы говорим о конечном результате производства. Если когда большое количество осадков было у нас, то интенсивные технологии с глубокими обработками почвы, минимальными, очень были эффективны, то по мере того, как количество осадков снижается, роль эффективности меняется с точки зрения тех технологий, которые применяются. И сегодня сберегающие технологии с точки зрения расхода влаги в такие жаркие весна и лето, которое у нас сегодня происходит, конечно же, они становятся экономически более оправданными и лучше сберегают почвенную влагу, и, конечно же, это позволит все-таки какой-то урожай нам получить. Поэтому сегодня, когда мы говорим о комплексе машин, реализуемых для разных вариантов агротехнологии, то, безусловно, все эти машины производятся сегодня в Алтайском крае. Благодаря такой структуре, которая была в свое время создана, Алтайский кластер аграрного машиностроения, о котором вы все наслышаны, значит, вот часть или многие предприятия Алтайского кластера производят свой типоразмерный ряд машин. И эти машины сегодня успешно реализуются и работают на полях Алтайского края. Сегодня мы можем иметь всю линейку машин производителей Алтайского края, которые могут закрывать практически все технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Алтайском крае. Начиная с интенсивной и такие представители, как Рубцовский завод запасных частей, которые сегодня успешно реализуют не только в Алтайском крае, а еще в более 60 регионах свою продукцию. Такие современные модели, как оборотные пауди имеющиеся, ряд других моделей, которые сегодня успешно применяются, а также базовые модели, которые хорошо зарекомендовали еще с советских времен с сейлки советского даже производства, но уже модернизированы на совершенно другой уровень. Немаловажное значение имеет сегодня и реализация продукции Алтайского края на международный рынок. Этому внимание большое уделяется сегодня нашими такими предприятиями, как Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения, который сегодня успешно представляет свою продукцию уже на последних двух выставках в Ганновере и начинает реализовывать свою продукцию в Европу и вообще в шесть стран мира, которые сегодня расширяют свою линейку производимой продукции. Эта продукция мы можем еще увидеть, она представлена даже и в наших павильонах сегодня учебных, где наши студенты обучаются на этих моделях современной сельскохозяйственной техники, включая комбинированные почвообрабатывающие агрегаты, чизельные агрегаты различных модификаций, всевозможные варианты барон, дисковых и другие модификации сельскохозяйственной техники. Нельзя не сказать сегодня о том направлении, которое актуально последние годы в Алтайском крае, это, конечно же, внедрение технологий с применением удобрений. Последние годы в Алтайском крае наметилась устойчивая тенденция на увеличение дозы вносимых удобрений, хотя, конечно, мы еще находимся на низком уровне по сравнению с другими даже регионами, но и со средними показателями по России. Мы отстаем где-то в два с половиной, три раза почти от среднероссийских. Но, тем не менее, это тренд сегодня есть. Появились машины, которые сегодня в Алтайском крае позволяют носить не только гранулированные удобрения, но и жидкие удобрения. Компания, например, комплекс Агро сегодня производит ликвивайзеры, о которых, наверное, многие уже знают. Сегодня, пока эта продукция только была до этого зарубежного производства, таких машин всего больше десятка только работает на полях Алтайского края. Наши производители наладили сегодня успешно производство данных машин. И сегодня уже многие сельхозтоваропроизводители наши, используя данную технику, могут эффективно получать повышенную эффективность использования жидких удобрений и тем самым существенно повышают и экономическую эффективность, и урожайность возделенных культур. Причем внесение этих удобрений производится точечно. И, конечно же, можем регулировать и дозировку применения этих удобрений, и соотношение тех или иных элементов питания. Включая даже можно вносить микроэлементы. Поэтому вот это направление тоже сегодня получило развитие. И, конечно, все эти новинки, которые сегодня в мире появляются, наши машиностроители либо модернизируют, либо частично какие-то технические решения заимствуют. Но, тем не менее, у нас импортозамещение идет сегодня на должном уровне в Алтайском крае. Нельзя не отметить сегодня тяговые средства, которые применяются в Алтайском крае. Наиболее распространенным трактором в этом направлении нашем является семейство тракторов «Кировец», которое выпускается с Санкт-Петербургским тракторным заводом. А компания «СМ Алтай» сегодня успешно наладила сборочное производство этих тракторов. И, конечно, все эти модификации тракторов в Алтайском крае могут приобретаться и могут сегодня использовать и используются на полях Алтайского края. За последние пять лет в среднем более почти 100 тракторов ежегодно данная компания реализует в Алтайском крае. Говоря о последующих элементах агротехнологии, таких как, например, пассивные комплексы, нельзя не отметить компанию «Агроцентр». Сегодня в этом отношении появился в начале пассивные комплексы, появились «Виктория» типа размерный ряд этих пассивных машин современного производства. А последние годы буквально новинка на полях Алтайского края. Эта компания выпустила линейку комплексов «ФИАТ». Шириной захвата 9,9 и 12 метров. Эти комплексы сегодня оборудованы копирующими индивидуальными сошниками доватовидными, которые позволяют обеспечить качественную заделку семян. Помимо этого есть сегодня опция, которая позволяет также вносить жидкие удобрения при посеве. Также эти комплексы пользуются хорошим способом в Алтайском крае. Они на полях Алтайского края успешно применяются. У меня есть целый перечень хозяйств. Они сегодня представлены на сайтах компании, где наша сельскохозяйственная техника алтайских производителей нашла хорошее практическое применение. Большое значение и роль сегодня отводится цифровизации сельского хозяйства. Это, конечно же, основа будущего и будущее нашего сельскохозяйственного производства, когда мы можем сегодня выполнять и картирование урожайности, и обеспечить дифференцированное внесение средств защиты растений, а также минерального питания, обеспечить точную норму высева и нетребуемую интенсивность обработки почвы. Все эти элементы цифровизации, они, конечно же, начинают внедряться в Алтайском крае. Не скажу, что в полном мере, но уже определены свой ряд базовых площадок, на которых такие отдельные элементы испытываются. К нами также испытана система точного внесения средств защиты растений. Сегодня работаем по системе внесения азотных удобрений. В конечном итоге это будет направлено на то, что мы можем мониторить полностью сельскохозяйственную технику любого предприятия, а на основе этого мониторинга применять и, будем говорить, результаты его мониторинга использовать как для дальнейшего планирования развития сельского хозяйства в конкретных хозяйствах, так и для принятия оперативных решений. Сегодня фиксируются как скоростные режимы работы агрегата, так и расход других материалов, которые мы можем использовать для оценки эффективности тех или иных элементов агротехнологий. В конечном итоге это выльется в целую систему тех показателей оценочных, которые будут нам необходимы для прогнозирования, в том числе развития наших предприятий. Особенно важно сегодня и на повестке дня стоит экономическая эффективность тех технологий, тех элементов технологий, которые мы совершенствуем. Сегодня экономика определяет уровень развития производства. Надо сказать сегодня и тот факт привести, что за последние пять лет на техническое перевооружение потрачено почти 33 миллиарда рублей в Алтайском крае. Это достаточно весомая цифра и она характеризует то, что сегодня аграрии наши ориентируются на новейшую технику, на новейшие агротехнологии и, конечно же, в целом ряде хозяйств эти технологии успешно реализуются. Опыт последних лет нам позволяет обобщить и прогнозировать то, что необходимо не только сегодня мониторить и сельскохозяйственную технику и технологии, но уже переходить к управлению этими процессами на основе элементов цифровизации. Я думаю, за этим будущее и это будущее у нас не за горами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА